Сельские радости для городских жителей. В Нефтегорском районе открылась экоферма. Туристам предлагают проснуться с петухами, подоить козу или покормить страусом. Как родилась идея и что еще интересного ждет гостей, выясняла Анастасия Гончарова. Вместо оврага с мусором райский уголок для отдыха. Шесть лет назад Валерий Мамаев приехал из города в село Богдановка. Мы приехали в деревню, взяли один старенький деревенский дом, площадью 55 квадратных метров. И планировали немножко его отремонтировать и использовать как дачу. Затем со стройкой дом стал расширяться, территория стала улучшаться. Мы уже поняли, что город становится каким-то чужим. Так родилась экоферма. На территории почти гектара вырос гостевой дом, появились столовая, озеро и целый зоопарк, в котором есть даже страусы. Для городских гостей развлечения на любой вкус. Верховая езда, рыбалка. Можно подоить козу и тут же приготовить сыр из этого молока. Сейчас экоферма может вместить до 20 туристов. Но в планах у хозяев расширение. В будущем на территории построят второй гостевой дом. В проект уже вложено порядка 20 миллионов. Как говорят сами бизнесмены, ни одного заемного рубля. Все за счет личных средств. Однако на определенную поддержку от области предприниматели все же могут рассчитывать. Но они имеют право участвовать в конкурсе на получение определенной суммы бюджетных средств. Это в пределах 700 тысяч миллиона рублей. Чем больше будет таких объектов по области, тем интереснее и разнообразнее будет сельская жизнь. Тем больше занятых людей будет на селе в разных сферах деятельности. В настоящее время в Самарской области уже насчитывается порядка 30 объектов сельского туризма. Анастасия Гончарова, Александр Ерофеев. Новости губернии. Нефтегорский район.